Авторская программа Алексея Ледяева Иллюзии и реальность Тема моей проповеди Тайна Господня, боящимся Его Первое место, Ефесянам 3.3 Потому что мне через откровение возвещена тайна О чем я и выше писал кратко То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой Которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих Как ныне открыта святым апостолом Его и пророком Духом Святым Первое В мире существуют тайны Тайны, которые могут быть от нас сокрыты Либо эти тайны могут быть для нас открыты Таинственность жизни Это неотъемлемая часть Божьего творения Мы входим в этот мир, который для нас тайна Когда ты первый раз оказался в открытом море Тайна Когда ты смотришь на звездное небо Тайна Когда тебе говорят о христианском правительстве Тайна Да что там высшие материи Ты знакомишься с девушкой Вот тебе Ходячая тайна И ты думаешь, когда девушка на тебя смотрит Ты прозрачное стекло Ты такая же тайна Ты в церковь пришел Что это такое? Тайна Смотрим в прошлое Никак не докопаемся до истины Тайна Наше прошлое А если прошлое наша тайна Будущее это в квадрате тайна Но Тайны существуют не для того Чтобы нас держать в невежестве Тайны существуют для того Чтобы их открывать Тайны Существуют для того Чтобы их открывать То есть вы понимаете Что Бог сотворил мир не для лентяев Для любого лентяя Мир так и останется Неразгаданной тайной До его смерти Математика это тайна Электричество Бог облег тайной Оно существовало во время Адама и Евы И тогда не было Мобильных телефонов Телевидения Автомобили Хотя все было Атомы были Законы физические были Все Но у Бога есть принцип Все облегать Тайной Для чего? А чтобы Человек разгадал эти тайны Бог дал нам Интеллект Для того Чтобы мы докопались до истины И разгадали эти тайны Апостол Павел говорит В данном случае Я рассматриваю этот стих Как принцип Мне Через откровение Откровение Возвещена Тайна Оказывается Ключ К тому Чтобы открыть Таинственную дверь Непонятной Сферы Нашей жизни Это откровение Откровение Это ключ Чтобы Открыть Тайну Есть откровение Тайна Открыта Дверь Открыта И ты заходишь Вау Я что-то понял Эврика Нет Откровения Закрыта А если закрыта Значит неизвестно Значит ты раб Невежества Павел говорит Мне Через откровение Возвещена Тайна О которой я писал Выше Все люди Которые получают Откровение В любой сфере Пусть это Воздухоплавание Как братья Райт Пусть это Какие-то Высокие Технологии Кто-то получил Откровение И весь мир Пользуется этим Вчера не было Интернет Сегодня Без него Немыслима Жизнь Но где-то же Началось Это откровение Кто-то через это Откровение Помог людям И написал Кратко И теперь все Кратко Пользуются этим Вы понимаете Весь мир существует Благодаря тому Что нашлись Смельчаки Нашлись Исследователи Нашлись Первопроходцы Которые Не от дьявола Повторяю Не от дьявола Которые От Бога Получили Откровение Потому что Мир создан Не дьяволом Мир Сотворен Богом И Богу Нравятся Исследователи Павел Говорит Мне Открыто Все Физики Математики Все Кто Занимался Естественными Науками И кто Был Причастен К великим Откровениям Открытиям Откровение Или Открытия Это одно и то же Они все Поражались И говорят Бог Как ты велик Как гармонично Все создано И Бог Им говорит Спасибо ребята Что вы В своем послании Грядущим Поколением Рассказали О великом Творце Я сегодня Снимаю Шляпу И поклоняюсь В пояс Всем Кто Когда-либо Изучал Те законы Которые Бог Вложил В материю Мы стали Слишком духовны Поэтому Обеднели Потому что Мы на Половину Дух А на половину Плоть И плоть Или физическое Естество Это такой же Шедевр Как и наш Дух И если Христианство Не будет Материально Духовным Оно проиграет Потому что Мы сотворены Дуалистическим Образом Мы духовно Материальны И в материи Столько же Красоты Столько же Богатства Столько же Успеха Сколько И в нашей Духовной Сокровищнице Мы Обеднели И оскудели Потому что Акцент Наших усилий Акцент Наших Исследований Мы Сместили Из материальной Сферы В нашу Духовную А Бог Говорит Не-не-не Познавая И то И другое Ты сможешь Понимать Мои замыслы Материя Говорит о Духе А Дух Говорит о Материи И когда ты увидишь Это все вместе Взятое Вот тогда ты поймешь Полноту Моих Замыслов Христос Умирал Не в Духе Христос Во Плоти Умирал Жертва Иисуса Христа Это как раз Есть Воплощение Того Духовно Материального Принципа Искупления Рода Человеческого Бог Явился Во Плоти Великое Благочестие Тайна Слышите? Тайна Про которую Павел пишет Что мне эта тайна Открыта Бог Не в Духе явился А Бог Явился Во Плоти Потому что Плоть Это шедевр Наш мозг Наши руки Наша биология Наши способности Тот гений Который заложен В нас Те способности Те ресурсы Которые Бог Вложил в нас Их достаточно Для того Чтобы каждый Второй Мог стать Билл Гейтсом Братьям Райт Прежде чем Они Начали летать Пришел батя А у них Был он верующий К сожалению И верующим Всегда кажется Что уже все открыто Он был священником И он сказал им В этом мире Уже все открыто А дети говорят В силу своей Бездуховности Говорят А мы попробуем Еще раскопать То Чего не раскрыто Мы на грани Революционных Открытий Я глубоко верю Что Бог Ускоряет Этот процесс Дискавери Бог Ускоряет Этот процесс Раскрытий Потому что знаете Обидно Когда люди так И ни разу Твое кино Не посмотрели Которые ты создавал Такими усилиями Я хоть на повращение Но покажу фильм Когда люди уже лететь будут В ад Ну хоть на ходу Так обслуживали Ну посмотрите Было же круто Пастор Ливон Мы вчера с ним разговаривали Он говорит Я приехал в Ригу Мне нужна была Какая-то деталь К своему автомобилю Я пришел в автосервис Я думал Что она будет подешевле Она оказалась Наоборот подороже А у меня денег Столько не было Я говорю Слушайте Ну может быть Давайте я ее поставлю А потом заплачу вам Он говорит Да вот и нет А ты сначала заплати А потом поставишь Он говорит Может у вас есть Какая-то визитка Кто вы Он говорит Я из Нового Поколения Говорит Так сразу надо было сказать Мы знаем Что Новое Поколение Это богатая организация И она никогда не мелочится Они уже получили Откровение А ты все еще говоришь Я слаб Я немощь Уже не отмажешься И когда ты будешь говорить У меня нет денег Они скажут Не прикидывайся У нас есть откровение О Новом Поколении Что это Одна из самых Богатейших Организаций В Латвии Поздравляю Поздравляю Куда мы должны Вкладывать деньги Говорите Недвижимость Недвижимость И была Главное Чтобы мозги Начали двигаться Мы должны Вкладывать В образование Образование Мы должны Создать фонд Для того Чтобы оплачивать Талантливых Мальчиков И девочек Юношей И девушек Которые бы могли Учиться Учиться Еще раз Учиться Чтобы Наконец Объяснить Что мы Не второй Сорт У нас Тот же Потенциал Что там Говорить Мир Загадка Небо Загадка Мы Сами Для себя Загадка Кто ты Ты не знаешь Кто ты Ты думаешь Я буквально Тетка Не тетка Ты Ты гений Ты покруче Чем Маргарет Тэтчер Индира Ганди Вместе взятая Потому что Ты Бога знаешь Амэн Я бы очень хотел Чтобы мы Пересмотрели себя Чтобы мы Вникли в себя Почему Писание говорит Вникай в себя И в учение И занимайся Семь постоянно Чтобы ты не проиграл Чтобы ты понял Что тот ресурс Который тебе дал Бог Позволит тебе реально Стать головой Не хвостом Притчи 25 Слава Божья Облекать Тайною Дело А слава царей Исследовать Дело Настоящая вера Это быть Это быть Естество Испытателем Это быть Исследователем Если хотите Вера Это наука А мы Ученые Это не просто В церковь ходить Это надо понимать Что процветание Это тайна И мы должны Исследовать Эту сферу Для того Чтобы у нас Были не Сто латов А миллионы Изгнание бесов Это дело Облеченное Тайною И здесь Не просто Берешь монтировку Во имя Иисуса Это дело Тайное Почему ты кричишь Во имя Иисуса Уходи Они смеются И скалят Зубы И говорят Не уйдем В чем дело Дело Окутанное Тайной А слава царей Или слава церкви Заключается в том Чтобы исследовать И получить Откровение Которое является Ключом К этой Таинственной Двери Мадобук Этот ключ Нашел Но понимаете Что Этот ключ Он не может Другим давать У каждого Должен быть Свой Персональный Ключ Который Тебе дает Бог Слушайте Фундаментальный Принцип Бытия Слава Божья Облекать Дело Тайной Все тайно Служить Пастором Многим кажется Да что там такое Приходишь Туда по воскресеньям Покрасивее Оделся Причесочку Заварганил Пару шуток Так Чтоб веселее Было Поумнее Книжек Начитался В субботу Отдохнул Подзагорел А воскресенье Вышел И выдал А вот Дудки вам Мария Ивановна Если такой Взгляд На вещи Это тайна Быть пастором И только Глупые люди Рвутся Рвутся Ты скажешь А как Насчет Тебя Да я Как раз Не рвался Бог Меня за Шкирку Взял И поставил Сюда Я хотел Двигаться Вообще В другой Сфере Я себя Видел В театре Я себя Видел На концертных Подмостках У меня Столько Этих Проектов Написано У меня Мечта Создать Музыкальный Театр А не Постарить Как раз Наоборот Друзья Вот кто Рвется Господь Говорит Назад А почему Тайна А кто Не хочет Да я Картавлю Кукуруза Неправильно Гаваглю С фагооном У нас Ничего Не получится Моисей Аж Бога Вывел Из себя А может Не надо Надо Федя Надо Понимаете Любое Посланничество Если ты В большинстве Случаев Посмотришь То для Честных Порядочных Людей Знающих Степень Ответственности Это не просто Сел в карету И погнал И не в ту Приехал Да не туда Я не бью По рукам Я просто Хочу Освободить Вас От Огромного Наслоения Харизматического Учения Я все Могу Если я Во Христе Я могу Петь И танцевать Я могу Быть Генералом Я могу Императором Быть На твайке Знаете Сколько Харизматов Каждый Третий Циолковский Господь Помоги нам Освободиться От Иллюзий И помоги Нам Оказаться На самом деле На правильном месте Друзья Мы должны провести Тысячи Экспериментов Прежде чем Открыть Тайну Смысл Моего служения Открывать Тайны Слава Царей Исследовать Дело Божье Которое Покрыто Тайной Что такое Тайна Давайте Несколько Определений Дадим Тайна Это Скрытый Смысл Существующий Не для всех Подряд Тайна Существует Для посвященных Тайна Обеспечивает Защищенность И безопасность Царства Божьего Тайна Рождает Интригу А интрига Это большой Большой магнетизм И одного Любопытства Недостаточно Чтобы человек Оказался На своем месте Здесь требуется Огромное усилие И духа И души И тела Есть тайны Которые со временем Рассекречиваются Есть тайны Которые умирают Вместе С человеком Служить Богу Это значит Исследовать Дело Божье Облеченное Тайной Познать Его суть Ибо если нет Исследования Нет успеха Нет успеха Нет славы Слава царей Если ты хочешь Чтобы слава Божья Взошла над тобою Ты должен получить От Бога Откровение Как минимум О своем служении Слава Божья Облекать Дело тайной А слава царей Или слава Божьих служителей Слава твоя И слава моя Исследовать Знаете Драгоценности На поверхности Не валяются На поверхности Только битое стекло И потерянные Побрякушки А настоящий клад Настоящие сокровища Их прячут Чуть поглубже Матфея 13 44 Еще Подобно Царство Небесное Сокровищу Скрытому На поле Которое Нашет Человек Утаил И от радости О нем Идет и продает Все что имеет И покупает Поле то Царство Небесное Подобно Слушайте И когда мы говорим Да приди Царствие твое Он говорит Научитесь В физических Материальных Сферах Обнаружить Тайны Царства Каждый из нас Слушайте Это поле Внутри которого Сокрыто сокровище Я точно знаю Что у меня есть сокровище У тебя есть сокровище В твоем сердце В твоей душе Есть сокровище Одни говорят Если я делаю то Чего не хочу То уже не я это делаю А живущий во мне грех Значит В тебе грех живет? Да Еще какой Потом Когда мы Читаем учения О демонологии О мой Бог Оказывается Кроме греха Еще и бесы Там где-то живут А А еще немощи И болезни Ты знаешь По утрам Я как Вообще Встаю Это ужасно То есть Смотрите Грех живет Немощи Болезни Бесы Это сокровище? Нет Я понимаю В каждом человеке Дерьма хватает Но Кроме дерьма Есть же таланты А вообще Это вопрос еще А вообще Это где-то еще Иисус Христос Должен жить как Разве вы не знаете Что Иисус Христос Живет А где Да там мест нет уже Подожди Ты поле с сокровищем Или поле с канализацией Я вот признаю Что я поле С сокровищем Вот спроси соседа А как Насчет него Скажи А как вообще Ты думаешь Кроме всяких Пороков Кроме всяких Грехов Вообще Есть там Что-нибудь Нормальное Есть что-то Стоящее Эй Эй Церковь Есть что-нибудь Стоящее Есть что-то Драгоценное Как минимум Иисус Христос Это драгоценность А такое впечатление Как будто Иисус Христос Это какой-то Задрипанный Квартирант Которого Задвинули Где-то На общую кухню Я не верю Этому Я поле В котором Сокрыто Сокровище И плюс еще Я новое творение И плюс Если я новое творение То древнее Уже все прошло И теперь все новое Если я служу Богу Значит Престол Божий Внутри меня А если Христос В нас То тело Мертвое для греха Я где-то это читал Мы должны распространять Вокруг себя Благоухание Познание О нем Скажи Я во Христе Новое творение Новое творение Не я живу Но живет во мне Христос Амин Это мое главное Сокровище А если Бог за нас Кто против нас Амин 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 Откровение Амин Амин Друзья Откровение Я отматываю Лет десять назад Когда впервые В Ригу приехали Учителя веры И они говорят Мы праведники Меня это возмутило До крайности Я говорю, да что вы Потому что я был в другой церкви Которая объясняла мне, что мы грешники Простой вопрос Если я рожден свыше Я праведник? Или я грешник? 95% христиан Говорят, грешен батюшка, грешен и я И не только в православной церкви Вот, протестантские церкви полны грешников Песни такие пели, проповеди такие И мы уже настолько пропитали, что мы грешники Был мирской грешник А после покаяния он стал церковным грешником Как у нас у русских говорят, хрен редкий, не слащий И вот приехали учителя и говорят А мы не грешники А мы праведники Это для меня было Даже как будто он матом выругался Говорят, да перестань Ты что, грешить перестал? Ты что, уже святой вещь что ли? Написано, что мы во Христе стали праведностью Говорят, да в Библии там столько написано И каждый берет, как из супермаркета А вот кто-то осмелился с этой С этого прилавка взять продукт под названием праведность Я говорю, положи назад А он говорит, нет, нет Вот мы были там на служении И там точно сказали, что мы праведники Он говорит, давайте вместе скажем Я праведник Все сказали, я промолчал Вы знаете, это было порочное религиозное воспитание Что я ничего не расследовал И кроме канализационной ямы Я вот на этом участке земли Ничего не обнаружил Оказывается, копать надо глубже Даже откровение о праведности Это дело, которое Бог облег тайной Лютер в недрах католической церкви Который в кровь разбивал свои колени Зарабатывая хорошие отношения с Богом Пытаясь заслужить какими-то там подвигами Однажды, когда он полз по этим ступеням Бог остановил и сказал, хватит Опираться на свои добрые дела Праведность дается не по заслугам человека А праведность дается по заслугам Иисуса Христа Который заплатил цену За искупление всего рода человечества Поэтому, кто будет веровать, спасен будет Праведность по вере, а не по делам Ключ, откровение И реформация захлестнула всю Европу Потому что один человек получил ключ Открыл дверь праведности И вся Европа пошла этим путем Друзья мои, для многих из нас до сих пор Это вопрос Праведники или грешники? И у меня есть четко сформулированный ответ Я праведник не по состоянию, а по происхождению Именно мое происхождение Поможет мне достичь состояния Если я рожден от Бога А Бог праведен От праведного Рождается праведное Это нонсенс Грешник родился от праведного Шакал родился от льва Я только ваше плеси смог так родиться Ну мы это, во Христе Иисусе Послушайте, праведник семь раз упадет И ты подойдешь к этому праведнику и скажешь Какой ты, типа, праведник? Если ты падаешь А он тебе ответит Я праведник Не потому, что я никогда не падаю Я праведник, потому, что когда я упаду Один раз Я два раза встану Я ложиться не собираюсь Если я споткнулся Я знаю, что тот, кто во мне Он больше того, кто в этом мире И я снова встаю и говорю Дьявол, я тебя отомщу Всем раз Я покаюсь Я встану И скажу Не радуйся Неприятельница Даже если я упал Я встану Потому, что Бог живет во мне Халюя Праведник не тот Кто не падает Праведник семь раз упадет И встанет Я получил откровение о праведности Не в принципе А о самом себе Вы знаете, если откровение Не вовлекает в себя Твою персону Это не откровение Это теология Всех учу Только я здесь Ну, с краю Все откровения Должны пройти Через тебя Когда ученики Спросили Иисуса А зачем ты нам Притчами говоришь Он сказал им в ответ А для того Что вам Дано знать Тайны Царства Небесного А им Не дано Вот хочешь ты Или не хочешь Если я во Христе Если я Рожден свыше Если дух Святой Живет во мне Это означает Что вместе С прощением Грехов Вместе С крещением Духом Святым Вместе С исцелением Которые я имею Мне еще Кое-что Дано Слышите Подчеркните Это в своих Библиях Что нам Кроме всех Благословений Которыми мы Пользуемся Еще дана Привилегия Знать Тайны Царства Божьего И если ты Не знаешь Это не потому Что тебе это Не открыто Или не дано Потому что Ты ленишься Копать И разыскивать Вот эти Сокровища Я говорю Сам себе Мне Дано Знать Тайны Царства Божьего Если Господь Со мной Сокрытое Принадлежит Господу Но Господь Не желает Чтобы это Сокрытое Так и умерло Вместе с тобою Не раскрывшись Ни разу Нет ничего Тайного Что не сделалось бы Явным Но что сам Бог Заинтересован Чтобы все Сокрытое Все Таинственное Что было внутри Открыть И явить Миру Откровение Это познание Истины Познание Это совокупление Познание Истины Дает тебе Именно Эти ключи Или откровение Это как Мужчина и женщина Совокупляются И происходит Рождение Детей Так и Когда ты Познаешь Истину Происходит Совокупление С истиной И рождается Откровение Совокупление Всегда Приносит Большое Наслаждение Пусть Кратковременное Но ради Этого Наслаждения Люди Рискуют Всем На свете В жизни И Павел Говорит Я хочу Познать Его Так как Он Познал Меня Это Внутренний Глубокий Интимный Опыт С Богом Когда Ты Совокупляешься С Ним В основе Этого Совокупления Любовь Если Есть Любовь Есть Совокупление Нет Любви Это Насилие Бог Никогда 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 Никого Не насилует Он говорит Если хотите Идите Ко мне Если нет Вы Свободны Поэтому Единственная Сила Которая Меня Манит Которая Меня Тянет Которая Меня Увлекает К Истине Вот К этой Истине Это Любовь Любовь Которая Приближает Сокращает Эту Дистанцию Между тобой И Истиной И Потом Происходит Совокупление Зачатие Ты даже Не знаешь Сначала Эмоции Сначала Просто Какие-то Переживания Восторг Но потом Ты чувствуешь Что внутри Тебя Что-то Уже Есть Дети Мои Для которых Я снова В муках Рождения Есть Муки Рождения Есть Муки Рождения Любого Откровения И Так же Как Женщина Выстрадав Эти Мгновения Мучась Вот Этими Родовыми Муками Потому Когда Рождается Ребенок Она Забывает О всех Муках Так И Здесь Любое Откровение Оно Приходит В Жизнь Через Родовые Муки И Когда Женщина Рожает Ей Все Равно Как Она Выглядит Ей Все Равно Как У нее Макияж Ей Все Равно Как У нее Прическа Ей Все Равно Как Она Выглядит Самый Главный Аргумент Это Тот Ребенок Которого Она Завтра Будет Держать На Руках И Говорить Я Знаю Что Я Переживала Нам Не Нужны Эмоции Ради Эмоций Нам Нужны Эмоции Ради Рождения Новых Откровений Откровение Это Как Рожденный Ребенок Выстраданный Желанный Вожделенный Познание Истины Получение Откровения Делает Человека Счастливым И Полноценным Друзья Мои Полноценной Женщины Закрыта В ее Материнстве Полноценность Мужчины Заключается В его Отцовстве Полноценность Служителя Заключается В том Что он Обладает Откровениями Без Откровений Свыше Мы Слепые Мы Глухие Мы Самовольные Мы Гордые Мы Необузданные Но когда приходит Откровение Свыше У Бога Есть шанс Управлять Своим народом И управлять Нами Я благодарю Бога За каждое Откровение Которое Новое поколение Имеет на сегодняшний день Откровение Об обрезании Откровение О покровительстве Откровение О поклонении О Праздниках Поклонения О христианском Правительстве Это не придумано Человеком Это то Что пришло С неба Это то Что прошло Родовые муки И убивать Эти откровения Это Избивать Младенцев Это закваска Иродова Иисус говорит Берегитесь Закваски Иродовой Который Взял Мечи И убивал Все Что было Рождено Пытаясь Убить Главное Откровение В лице Иисуса Христа И сегодня Так часто Встречается Эта закваска Иродова Когда то Откровение Которое Родилось Из твоих Чресел Оно Оно Находится Под какой-то Жесточайшей Угрозой Уничтожения Это не от Бога Это не от Бога И Рахиль Плачет От детях И не хочет Утешиться Потому что Их нет Но я точно Знаю Что все Что рождается От Бога Оно Будет защищено Оно Будет Утверждено И оно Победит Этот мир Амин Когда я читал Раньше Эти места Вот полагаю На Сионе Камень Камень Преткновения И скалу Соблазна И всякий Верующий В него Не постыдится Я сидел Думал Господь Что ты делаешь Ну пусть будет Нормальная дорога И пусть люди идут А Господь Нет Хлама будет Много Поэтому я ставлю Фильтр Тонкой Грубой очистки Но камень Преткновения Кто это? Пастор? Ашер? Вахтер? Иисус Иисус Камень Преткновения Да Об него люди Споткнутся И кто-то Споткнется Тот разобьет Свою судьбу А можно без этого? А если вы Говорят Нет То не я Правила игры Устанавливаю А он Почему многие люди Ушли от Нового поколения? Они не имели Откровения О Новом поколении Поэтому оно Для них до сих пор Камень Преткновения Искала Соблазна Послушай Что они говорят Они только говорят Там только В Новом поколении Только все Испотыкались 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 Не получили Откровения Написано Но верующий Не Посрамиться Вера Это Открытие Вера Это когда ты получил Откровение Откровение О новом поколении Ты думаешь Что-то надо Получать Откровение Только об Иисусе Нет Нужно получить Откровение О всяком Божьем Деле А новое поколение Это Божье Дело Оно рождено От Бога С определенным Предназначением И с огромной Целью И для того Чтобы быть В новом поколении Нужно получить Откровение Откровение Это ключик Для твоей двери В церковь Новое поколение Это ключик Который откроет Дверь В твое личное Персональное служение Я в последнее время Много разговаривал С людьми Прошло уже Достаточно времени Нам 18 Будет в этом году И Свидетельство Многих людей Сводится К одной простой Истине Мы остались Здесь Потому что У нас Было откровение Ни симпатии Или антипатии Ни родственные Связи Дружеские Или бизнес Контакты Откровения Кто есть Человек Боящийся Господа Ему укажет Он путь Который Избрать Кто есть Человек Боящийся Господа Страх Господень Мои уважаемые Друзья Братья Сестры Самая Большая Потеря В жизни Это Не Деньги Самая Большая Потеря В жизни Это Даже Не Здоровье Самая Большая Потеря В жизни Это Не Твой Дом И Бизнес Когда Ты Потерял Страх Господень Наступила Катастрофа Потому Что Ты Вступил На Тропу Войны Самим Творцом И В этой Войне Ты Проиграл Страх Господень Это Твоя Защита Это Начало Мудрости Это Когда Ты Даже Не Понимаешь Но Ты Согласен Смириться И сказать Бог Эти двери Пока Не Закрыты Пока Они Закрыты Пока Я Это Не Понимаю Но Я Не Осмелюсь Ожесточить Своё Сердце Против Тебя Ты Всегда Прав Ты Всегда Свят Ты Всегда Праведен Я Не Буду Ругаться Я Не Буду Скандалить Я Смиряюсь Перед Тобой Послушайте Бог Гордым Противится А Смиренным Даёт Благодать Что Такой Страх Господень Это Иметь Смирение И Сказать Бог Я Смиряюсь Перед Тобой Я Исполню Волю Твою Может У меня Нет Много Денег Может Не Такой У меня Талант Семь Пядей Во Лбу Может Быть Не Такой Я Влиятельный Лидер Но Бог Единственное Что я могу Дать Тебе Показать Тебе Я Обещаю Тебе Свою Верность Я Обещаю Тебе Своё Послушание Укажи Мне Путь Бог Ищет Таких Людей Здесь Написано Кто Есть Человек Боящийся Господа Бог Укажет Ему Укажет Он Путь Который Избрать И Душа Его Пребудет Во Благе И Семя Его Наследует Землю Душа Его Пребудет Во Благе Не Жесточайся Против Господа Не Будь Настолько Самоуверенным Чтобы 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 Спрашивать Его Мы Не Можем Настолько Повзрослеть Чтобы Даже Не Советоваться С Ним И На Пропалую Идти Куда Нам Хочется Мы Не Все Знаем Мы Не Все Можем Рассчитать Форс Боящимся Его И Завет Свой Он Открывает Им Кому Бог Открывает Эти Тайны Негордым И Иисус Сказал То Что Он Утаил От Мудрых То Что Он Утаил От Разумных Он Открыл То Младенца Если Вы Не Станете Как Дети Вы Не Сможете Войти В Царство Божие Я Не Могу Все Знать Я Не Могу Все Понимать Но Я Знаю Одно Что Начало Мудрости Это Страх Господень И Тайна Любая Тайна Если Ты Учишься В Университете Любая Наука Для Тебя Тайна Ты Занимаешься Бизнесом Это Тайна Ты Пошел Правительство В Политику Это Тайна Где Наши Ключи Успеха Тайна Открывается Для тех Кто Боится Господа Я Прошу Тебя Дух Святой Пусть Придет Страх Господень В Наши Сердца Я Прошу Тебя Покрой Сегодня Благодатью Своей Мужчин И Женщин Я Прошу Тебя Пусть Каждый Человек В Народе Твоем Будет Просвещенным Пусть Приходит Дух Премудрости Откровения И Ведения Дай Успех В каждой Сфере В Которой Мы Двигаемся О Дух Святой Яви Славу Твою Яви Силу Твою Сделай Нас Головою А не Хвостом Силу Силу С Вашего Позволения Я предлагаю Вам Опуститься С горы Преображения На нашу Грешную Латвийскую Землю Где идет Битва Между Добром И злом Между Культурой Жизни И культурой Смерти Вашему Вниманию Мы хотим Представить Телевизионный Проект Который Называется По разной Сторону Баррикад День 3 июня В Риге Ожидался С особым Настроением Город Словно Поделился На две Стороны Два Государства Ни Одних Жителей Это Воскресенье Стало Поводом Еще раз Публично И во весь Голос Заявить Я против Гомосексуализма За Латвию Без навязанных Ценностей За Латвию Без гомосексуализма За Латвию Без пропаганды Культуры Смерти Итак Какие Самые Главные Укрепления Нам нужно Оберегать Конкретно Против Нечистоты Гомосексуализма Самое Актуальное На ближайшее Будущее Наша Защита Сохранять И оберегать Законы Которые Благоприятно Относятся К модели Христианской Семьи Давайте Согласимся Не позволить Никогда И никому Превратить Наших детей В жертву Гомосексуальной Агрессии Гомосексуализм До одежды Мужчина Выглядит По-мужски Например Как я А женщина По-женски Демократия Демократия Самое Традиционно Админизатор Я попрошу Я попрошу Пожалуйста Давайте Мы встанем И поприветствуем Кому честь Кому честь Спасибо Спасибо Я извиняюсь За внешний вид Ну Что делать После операции Никак по-другому Еще раз Благодарю вас За добрые пожелания За поздравления Очень огромное Спасибо вам За все это Спасибо за то Что вы пришли Тогда на мероприятие Мир против гомосексуализма За то Что вы боретесь Против гомосексуализма За то Что мы идем Общим фронтом Все вместе Люди разных национальностей Люди даже Разных верований Чтобы все Которые пришли Тогда Там На набережной Которые Сегодня здесь Которые еще Будут участвовать Это очень-очень важно То что вы делаете Огромное-огромное Спасибо вам Это только кажется Что мы делаем Может быть Маленькую работу На самом деле Мы делаем Огромную работу И если бы не было Нас То Те законы Которые Гомосексуалы Хотели провести Латвии Они давно Были бы приняты То что мы Стали В общем В общем фронтом Против них Против них Пропаганды Это сегодня Дало тот результат Что никакие законы Не прошли Что ихний Гей-парад Провалился Очередной раз И на сегодняшний день Это дает Абсолютную И полную Уверенность Что не пройдет И в будущем Спасибо Спасибо Тогда на набережной Мы собирали Подписи Под документ Против гомосексуализма Под манифест На сегодняшний день Обшая сложность Вместе с теми Подписями Которые собраны На набережной И вместе с теми Подписями Которые пришли Прислали читатели Газет Собрано Около 10 тысяч Подписей Мы Этот документ Эти подписи Будем Подавать Нашему президенту Новому Дадим просто ему Время Пару недель Почувствовать себя В новой должности Чтоб не первый день На нему сразу Накидываться Но обязательно Мы делать это Будем Это только Наши предупреждения Предупреждения Народа Гомосексуалам Что их идеология Не пройдет Чтобы работать дальше Одного предупреждения Мало И никто Этого предупреждения Серьез брать не будет Значит Впереди Должны быть Серьезные мероприятия Будем собирать Эти подписи Под новый законопроект Законопроект Он сам по себе Уже готов Надо собрать Будет 10 тысяч подписей Опять только Нотариально заверенных После чего Законопроект Подается Сайм И Сайм Голосует за него Принимает Или не принимает Если Сайм Его не принимает Сайм обязан Вынести это На всенародное голосование На референдум И после голосования За этот проект Он вступает В законную Юридическую силу Я уверен Что такой проект Будет утвержден Видимо Это будет первая страна В мире Где такой Пройдет Пройдет Спасибо Гомосексуалы думают Что раз их поддерживает Политики И мировая система Вся целиком То они пройдет Но есть в мире Такое В русском языке Такое сказание Против лома Нет приема Мы этот лом Который не даст Никому Нас победить Вы и все Кто против Гомосексуализма Спасибо 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 Арманд Спасибо Арманд Запомните Фраза дня Против лома Нет приема Если нет Другого лома А другого лома Нету Потому что Такого Бога Как у нас Больше нигде И ни у кого Нету Мы тот народ У которого Господь Есть Бог Церковь Это соль земли Церковь Это есть законодательная власть Что церковь Свяжет на земле То будет связано На небе В этом году Как минимум Мы одержали Три победы Первая Это то Что между Двумя Гомосексуальными Организациями Илгой И мозаикой Разгорелся Нешуточный Скандал Гомосексуалисты Организации Илги Заклеймили Позором Гомосексуалистов Организации Мозаики И они Призывали Всех Гомосексуалистов Байкотировать Этот Прайд Раскол В лагере Противника Это наша Первая Победа Второе Как вы заметили Это не гей-парад Это зоопарк По городу Они не прошли Отсутствие Шествия По улицам Города Это наша Вторая Победа Третья Победа Это то Что Во время Этого Прайда Было Отменено Богослужение В кавычках Которые Они Которым Обычно Заканчивалась Эта акция Потому что Как раз Напротив Той англиканской Церкви Проходила акция Мир Против Гомосексуализма И отмена Богослужения Это наша Третья Победа Я так Благодарен Богу Что В борьбе За В борьбе За семейные Ценности Объединяются Люди Разных Организаций Разных Профессий И разных Конфессий Понимая Что в борьбе В этой Название Организации Не играет Абсолютно Никакой Роли Главные Составляющие Успеха Это Честность Смелость Библейские Стандарты И патриотизм Три года Назад Родилась Совсем Юная Партия Но Которая Имеет Далеко Идущие Перспективы И амбиции Эта партия Национала Савиньба Спека Виктор Бирзи Пожалуйста Абсолютно Савиньба 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 Савиньго Унперверсу ЗИУС Више на улицу Чтобы навизать Большинству Общеста Свои Разращённые Образ жизни И ящитал своими долгами обезвенности в улице на улице и противосточ этому злу. И именно там я узнал, что есть такой человек Алексей Лидзеев и что есть такой движение новое поколение. Мы идем из совершенно разных общества, из разных средств, но у нас есть что-то, что нас объединяет. И это то, что нас объединяет, являются моральные ценности, христианские ценности и то, что, когда борьбе против зла, мы не можем позволить себе стоять где-то в стороне. И нам надо открыть обороты сасе. Аплодисменты. 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 И я думаю, что мы вместе можем сохранить те ценности, которые мы боремся. И я надеюсь, что Латвия станет тем государством, откуда начнется моральное возрождение Европы. Спасибо вам. И сейчас я бы хотел пригласить нашего друга, вы его уже знаете, это руководитель комиссии по правам человека, Яни Шмидт. И может быть самым на чале, поскольку мы очень серьезные. Я помню один анекдот, который вы уже наверно не знаете. Вы знаете, как вы измирли динозавры? Знаете ли, почему вы измирли динозавры? Я не слышу ответа. Да или нет? Да или нет. Из ошибки. Что это было за ошибки, я сейчас вам расскажу. Потому что наш Бог является не только Богом серьезности, но тоже Богом юмора. И Господь Бог сказал, но. И Господь Бог сказал, но. Возьмите каждую пару животных по два, мужской рода и женской рода. И Господь делал так, как Господь повелел. Но с динозаврами они немного ошиблись. Они были представители одного пола. И как бы они не старались. Севу павайрот. Разношить себя. Они все таки вымерли. И. 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 Мы сейчас перейдем к более серьезным вещам. Все предыдущие, кто выступал, говорили о том, что пришло время нам объединяться. И это истинно. Разные национальности. Разные конфессии. Разные представители политических партий. Но вопрос объединяться вокруг чего? Ответ только один вокруг библейских христианских ценностей. В современной Европе многие страны мира уже могут пережить то, о чем Бог говорил в своем святом слове. Если ты не будешь следовать голоса своего Господа, я или уничтожу тебя, или выгоню из той страны, где ты живешь. Потому что ты не слушаешь голоса Господа Бога своего. Это серьезное предупреждение для нас всех. Что наша вера не только красивые слова. Это образ жизни. Это, можно сказать, самая большая ценность, ради которой нам иногда надо отдать свою жизнь. Потому что Господь Бог учит нас. Мы являемся соли земли. Мы являемся городом на вершине скалы горы. И мы не имеем права держать свечу под столом. И каждому из нас есть задания. Нест Диеву варда патеси венал, куда мы истим. Нести истину слова Божия. Везде Диеву мы не находились. Лай венмэр мусь блакс бут Диеву святой варди. Пусть всегда с нами будет святые слова Бога. Лай венмэр шеи Диеву варди буты живи. Пусть всегда эти слова Божии будут живи. И тоже вдохновлены с Духом Божием смогли бы изменять судьбу людей. Потому что единственная истинная 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 истинная. Что показывает новое поколение своими действиями, своими благослужениями. О чем мы можем просто благодарить Бога. Можете ли вам не показать одного гомосексуалиста, который не принят на работу, или которому запрещали медицинскую опробу, так как он гомосексуалист. Или кто-то не мог учиться в школе или в высшем учебном заведении? Вы не найдете такого человека. Та татар цивактисибам, шеет ир картиба. Значить правами человеку здесь все в порядке. Но гомосексуалиста как гомосексуалиста, как гомосексуалиста, как гомосексуалиста, мы все вместе, русские, латыши, все конфесии, католики, православные, лютераны, мы все вместе будем сражаться. У насосимес, у насосимес, у насосим не, у насосим не, у насосим не, потому что, и слово Божие, и наша конституция в Латвии, и здравый разум человеку, отгадин то, что, что право пропаганды, наше государство не нужна. И если кто-то не понимает это, то мы им расскажем этот поучительный анекдот из Библии. Пусть Бог благословит Латвию. Пусть Бог благословит Латвию. Поэтому я приглашаю на сцену всех латвийских пасторов. И я бы очень хотел, чтобы мы сегодня объединили свои усилия и помолились за нас, за латвийское пробуждение. Потому что мы, на самом деле, на поле сражения, и нам нужна помощь. Писание говорит, много может усиленная молитва праведного. И еще написано, молитесь друг за друга, носите бремена друг друга. И таким образом исполните завет Христов. Нам необходима сегодня помощь. И я очень просил бы, пастор Ансалм, я хотел бы вас пригласить, что у вас в духе, пожалуйста, помолитесь за пасторов Латвии, за церковь Латвии, чтобы мы могли победить. Чтобы эта нелегкая борьба, она могла быть выиграна. Мы нуждаемся в пророческом слове, мы нуждаемся в силе Божьей, и нам необходима помощь. Это очень стратегически важное время. Но я верю, что мы имеем достаточно силы, люди стоящие здесь, изгнать и запретить силы тьмы. И мы запретим и изгоним силы тьмы эту гомосексуальность. Что мы разрешим здесь будет разрешено. А что мы запретим здесь будет запрещено. во имя Иисуса. Во имя Иисуса. 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 Иисусаует. А что ты ему не емать и он использует. Иисус. 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 Славься, мода, има Твоё, Иисус. Кровью своей святой Ты искупил меня. Мехи все прости, Путь указал, Открыт отца. В сердце моё Духом святым Любовь и сни. В вечную жизнь Ты дарова Жертвой своей. В сердце моё Тебе отдаю, Мой Господь. Мы любим тебя. Мы славим тебя. Я бы всё отдал за то, Чтобы с тобою рядом быть. В сердце не жила ни одно, Только тебе служи. Заберите у меня Машины, деньги и дома. Но, прошу, оставьте мне Иисуса Христа. Иисус. 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 Мы любим тебя. Иисус. Нанананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананан Мы любим тебя, Иисус, Иисус Прими нашу хвалу Мы любим тебя Мы любим тебя Иисус, Ты тот, Кого люблю я Ты тот, Кого превозношу Всем сердцем, всей душою Иисус, Тебя превозношу Иисус, Ты тот, Кого желаю Тебя всем сердцем я ищу Всем сердцем, всей душою Иисус, Тебя превозношу Ты все, в чем я нуждаюсь Ты тот, Кого люблю Ты тот, Кого люблю Достоин Ты всей славы Иисус, Тебя превозношу 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 Ты все, в чем я нуждаюсь, Ты тот, кого люблю я, Ты тот, кого люблю, Иисус, достоин Ты всей славы. Иисус, тебя превосношу. Открывай свой дух, глянил, Иисус, Он здесь, Он прямо сейчас смотрит на тебя, Он любит тебя. Аллуя, Аллуя! И ла ла ма приème У ла ла ма 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 мэ Ла ла брэтса ха ла муту рубадён И ла брэсса ха ла ма ма лэ У ла ла ма дэрра манигей Алилия, Алилия, Алилия Ти вд healthcare не созда��ся, алилия Ти вд compassionate water не вызднаются скажи ему ты все в чем я нуждаюсь ты все в чем я нуждаюсь ты тот кого люблю ты тот кого люблю достоин ты всей славы достоин ты всей славы Иисус тебя превозношу Иисус тебя превозношу ты все в чем я нуждаюсь ты тот кого люблю ты тот кого люблю Иисус достоин ты достоин ты всей славы Иисус тебя благодарю достоин ты все в чем я нуждаюсь ты все в чем я нуждаюсь ты тот кого люблю достоин ты все в чем я нуждаюсь достоин ты все в чем я нуждаюсь Халлелуйя 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 Прославьте Господа в это утро Халлелуйя Поднимите голос радости Халлелуйя 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...